В Сенске подходит к завершению весенняя призывная кампания. В настоящее время сформирована и ждет своей отправки последняя группа будущих защитников Отечества. Специалисты отмечают, что второй год подряд призывная проходила в условиях пандемии. В итоге врачам и военным удалось не допустить призыва на службу ни одного зараженного коронавирусом новобранца. На данный момент проводятся мероприятия по призыву граждан на военную службу. Они подходят уже к завершению, так как согласно законодательству 15 июля это последний день проведения так называемой весенней призывной кампании. И на данный момент, соответственно, нам подлежит, точнее на данный момент уже направлено более 80 граждан города Саянска-Зимы-Зиминского района для прохождения военной службы. Еще нам предстоит отправить порядка 20 человек. Но это состоится в ближайшие дни. В последнее время отмечается, что Саянская молодежь все больше проявляет интерес к службе в российской армии, заявляя о готовности выполнить почетную обязанность по защите Родины. Одним из положительных моментов является в данном призыве то, что, соответственно, граждане, которые обучаются в техникуме, в институте, соответственно, после сдачи экзаменов, получения дипломов, аттестатов, сами прибывают в военный комиссариат. И, соответственно, значит, будем так говорить, просится, соответственно, чтобы их направили для прохождения военной службы. Конечно, мы идем навстречу и по возможности, соответственно, их направляем для прохождения службы. Молодые люди, которые в этом году заканчивают техникум или высшее учебное заведение после получения диплома, будут направлены в войска. Кстати, у призывников есть выбор – идти служить в срочном порядке или по контракту. Что касается выпускников среднепрофессиональных образовательных учреждений, здесь единственное могу сказать, что, когда гражданин, соответственно, принимал решение о поступлении после 9 класса в техникум, он должен был понимать о том, что существует федеральный закон о воинской обязанности военной службы, который предусматривает предоставление одной отсрочки. То есть, получается, если гражданин поступил в техникум, после окончания он однозначно идет служить. Если гражданин после окончания школы поступает, после 11 класса поступает в институт, да, ему предоставляется отсрочка, но если это была программа обучения бакалариата, а он поступает на магистратуру, это вторая отсрочка, это единственные две отсрочки, которые гражданин может, соответственно, значит, которым, точнее, могут быть предоставлены гражданину признанной комиссией. Поэтому после окончания техникума отсрочки для продолжения получения образования не предоставляются, согласно законодательству. В этом году, по слову военного комиссара города Саянска, около сотни мальчишек и девчонок Саяноземинского региона мечтали поступить в высшее учебное заведение Министерства обороны и получить профессию военного. На данный момент, соответственно, то, что касается поступления наших граждан, юношей и девушек в высшее учебное заведение Министерства обороны, могу сообщить, что было отобрано 26 человек, при этом, соответственно, только 50%, к сожалению, прошли медицинское свидетельство, то есть они были годны для обучения в высших учебных заведениях. Поступление будет осуществляться, так, для информации, в основном это с выездом комиссий приемных в субъекты Российской Федерации, то есть большинство наших будущих офицеров, соответственно, будут сдавать вступительные испытания на территории Иркутской области. Учеба в военном вузе одновременно и сложно, и интересно, и важно, чтобы человеку нравилась военная тематика, тогда он окажется на своем месте. А еще после окончания вуза каждый выпускник получает распределение к месту службы и гарантированную зарплату. Планируется, что конкретно у нас должны поступать 12 человек. В принципе, эта цифра не такая уж и маленькая, я сказал бы, потому что в среднем у нас поступают 5-7 человек, но если поступит 12 из них, которых две девушки, это будет хороший результат, потому что все должны понимать, что все равно, выбирая специальность или профессию защитника отечества, это все равно, это почетная специальность, которая всегда будет в почете. В военных комиссариатах отмечают, что процент уклонистов с каждым годом становится все меньше. Значительный вырос процент здоровых призывников, подготавливающих себя к службе в армии. А некоторые мечтают проходить службу по контракту, заключив договор с Министерством обороны. Здесь два способа поступления на военную службу по контракту. Это, во-первых, через военный комиссариат и пункт отбора Иркутской области. И также уже непосредственно по месту прохождения службы. То есть, имея образование, хотя бы, будем так говорить, среднее, через определенное время можно подать рапорт для заключения контракта в той части, где вы проходите, военнослужащий проходит службу. Либо, соответственно, это уже оформить после прохождения военнослужбы так же можно. Но это, как я говорил, через военный комиссариат и пункт отбора. Но здесь процедура, конечно, будет немножко подлиннее. Проще поступить на военную службу по контракту, проходя службу по призыву. Несмотря на пандемию, по мнению военного комиссара города, здоровью военнообязанных ничто не угрожает. Перед отправкой все проходят тестирование на ковид. То, что касается коронавирусной инфекции, которая на данный момент прогрессирует, единственное могу сказать, мы в данном режиме уже функционируем второй год. Это, во-первых, масочный режим не только для посетителей, но и для работников. Бактерицидная обработка помещений, соответственно, проведение термометрии, в том числе и сотрудникам, и посетителям военного комиссариата, влажная уборка, ну и, соответственно, все остальные мероприятия, которые должны проводиться. Сотрудники военного ведомства отмечают, что служить в армии будет не только престижно, но и комфортно. Во многом этому способствует изменение бытовых условий. Место часов, отведенных на хозяйственные работы, теперь больше уделяют внимание боевой и физической подготовке. Помимо этого, раз в неделю солдатам сегодня разрешено встречаться со своими родными. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова